День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Нарушая запреты, Рязанский природоохранный прокурор Алексей Секин о реакции ведомства на сигналы в соцсетях эксклюзивно. Что такое счастье? Универсальный ответ от рязанских семей. Лики любви. В День Петра и Февронии вспоминаем их происхождение. Все видео и фотоматериалы о разливах нечистот Солочи природоохранной прокуратуры проверены. Собственники машин установлены. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу заявил Рязанский международный природоохранный прокурор Алексей Секин. Самые резонансные выпады в соцсетях он разобрал каждый по отдельности. А что здесь происходит? Вы что загадили сюда ем-то? Это не ко мне. А к кому же? Откуда я его не знаю? Эти видеокадры из местечка Поляны в Солочи разлетелись по соцсетям, как горячие пирожки в обед. На них откровенный и в какой-то мере даже циничный слив нечистот в канализационные колодцы. Причем свои действия водители комментируют, ничуть не смущаясь. Что вы тут будете делать сейчас? Вам какая разница? Ну что вы здесь будете делать? Скажите мне, если вы работаете. Мы сливаем. Ну сливай, что сливаете? Канализацию, что мы сливаем? А разве можно тут сливать канализацию? Почему нельзя? Оказалось, что нельзя. Рязанский межрайонный природоохранный прокурор Алексей Секин проверку возглавил лично. Нарушители установили достаточно быстро. Первый эпизод – очистные сооружения в полянах, якобы заброшенные и забытые. Нами было установлено место, и это поля фильтрации села Поляны. То есть это элементы бывших очистных сооружений села Поляны. И вот по видеоряду можно будет инвестицировать именно то место, где была задержана машина. Это, как я сказал, уже бывшие очистные сооружения села Поляны, поля фильтрации. Они предназначены для того, чтобы… Есть документ, который предоставляет право в целях размещения полей фильтрации. Это так называемые поля аэрации, еще их называют. То есть они предназначены именно для очистки источных вод. Как элемент, один из элементов очистных сооружений. Гидрологической связи с водным объектом на момент осмотра мы не установили. Итак, гидрологической связи нет. Что это значит? Что выброс в реку Старица эти машины не производили. То есть система канализации в этом районе замкнута на себя. Другое дело, что сам сброс был незаконен. По этому поводу Горводоканал уже проводит свое расследование. Инциденты с несанкционированным сливом в люке уже стали предметом разбирательства. Самая главная для нас цель – это установить факт сброса или отсутствия сброса в водные объекты. Поэтому мы посмотрели и установили, что в автомашины сбрасывали жидкие бытовые отходы в систему водоотведения водоканала. Машины все установлены, номера их установлены, владельцы также установлены. Значит, в настоящее время будет дана оценка тем действиям владельцев автомашин и собственников машин по сливу жидких бытовых отходов в те места, которые я уже обозначил. По словам Алексея Сикина, рассматривать инциденты со сливом в реку Старица нужно комплексно, в реале всей Солочи. Именно поэтому природоохранная прокуратура дополнительно проверила сигналы из местечка Сосновый бор. Потому что в некоторых средствах массовой информации были опубликованы трубы, которые подходили к водному объекту и демонстрировалось и комментировалось о том, что эта труба является местом сброса. Это не так. Это является элементом водоснабжения Соснового бора, элементом пожарного водоснабжения. То есть вода должна подаваться через эту трубу и уже дальше в случае каких-то нештатных ситуаций должна распределяться по помещениям данного Соснового бора. Эта система еще не введена в эксплуатацию, то есть она не функционирует. И физически сбросить через данную систему отходы в водный объект невозможно. Пока что официально называть имена и названия уже установленных нарушителей, несмотря на торопливость некоторых СМИ, в природоохранной прокуратуре не спешат. До определения так называемых мер реагирования или попросту пока не посчитают сумму ущерба. А затем уже будет и наказание. Судя по настрою, вполне серьезное. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». С 1 июля Федеральная налоговая служба расширила сферу услуг. Теперь здесь можно официально оформить образец электронной подписи всем юрлицам, индивидуальным предпринимателям и нотариусам. Раньше ее можно было получить только по спецзаказу. Например, у представителей спецоператоров связи. Коммерческие центры, если не получат соответствующую аккредитацию, продолжат наравне с налоговой службой оказывать услуги по выдаче квалифицированной электронной подписи до 1 января следующего года. Однако срок действия выданных ими сертификатов заканчивается в этот период. Так что юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям или, например, нотариусам осваивать новые правила придется к 1 января 2022 года. Или раньше, если срок действия подписи закончится раньше января. Подпись, которую выдает Федеральная налоговая служба, будет действовать в течение 15 месяцев. Соответственно, ее можно использовать для сдачи налоговой отчетности и для любых других хозяйственных операций в рамках Федерального закона 63 ФЗ 2011 года. Для того, чтобы получить квалифицированную электронную подпись, нужно обратиться в любую точку выдачи таких электронных подписей ФНС России. Это любая налоговая инспекция на территории Рязанской области осуществляет. Соответственно, должен обратиться сам руководитель организации, то есть по умолчанию это генеральный директор или какое-то иное лицо, которое имеет право без доверенности действовать от имени организации. Предприниматель либо нотариус должен иметь при себе паспорт из НИЛС и заполненное заявление на получение квалифицированной электронной подписи. Кроме того, он должен иметь специальный USB-носитель, так называемый токен, который имеет сертификат соответствия, выданный в ФСБ России или в СТЭК России. Предоставить можно и копию сертификата соответствия. Приобрести специальный носитель можно у производителей, у дистрибьюторов-производителей, спецоператоров связи, а также в специализированных интернет-магазинах. Что касается заявления, то его проще всего заполнить в таком полуавтоматическом режиме с использованием личного кабинета налогоплательщика физического лица. В разделе «Жизненные ситуации» есть вкладка «Получить квалифицированную электронную подпись». Там можно заполнить заявление. Олеся Катрувская, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Счастье – это мы. Конкурс видеовизиток именно под таким названием накануне Дня семьи, любви и верности провели власти Рязани. На вопрос, что такое счастье, как выяснил Валерий Седов, у каждой семьи свой ответ. В семье Дмитрия и Анны питерских восемь детей, все девочки. Пара вместе с 1994 года. За это время они получили медаль «Родительская доблесть», орден «Родительская слава» от президента Российской Федерации и другие награды. «Счастье» они видят так. «Счастье – это любовь к Богу и ближним». «Это улыбки моих детей и мой любимый супруг». Это фрагмент видеовизитки, которую семья питерских записала для семейного конкурса «Счастье – это мы». В ролике они провели расследование и выяснили, что счастье – это семья. «Мы счастливы, что родились в большой такой семье, и каждая сестра поддерживает друг друга, и это действительно здорово. И, конечно, мы благодарны родителям за такую семью». Всего на конкурс многодетных семей прислали 15 видеовизиток и одну – вне конкурса. Такой необычный формат появился из-за пандемии. Собираться массово нельзя, поэтому и рассуждают о счастье в коротких роликах. Организаторы считают, что такая совместная съемка и рассказ о семейном счастье сближают. Когда я вижу молодые семьи, иногда молодые семьи у меня спрашивают, ну как, не могу родить, пока боюсь, нам нужно дом, квартиру, машину. А мы всегда говорим, что, собственно говоря, дети, они дают вам потом силу от того, когда вы рождаетесь. И вот как раз мы хотели показать вот эту силу людям, которые должны понимать, что от количества детей, причем конкурс это подтвердил, от количества детей, такая прям сила чувствует мощь в этих роликах. Третье место в конкурсе получила семья Максимовых. Они спели о своих житейских обязанностях. Серебро у семьи Афониных, которые показали рецепт семейного счастья. Победителями стала семья Питерских. Организаторы планируют, что конкурс «Счастье – это мы» станет ежегодным, ведь семья – это главное счастье. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Праздник семьи в России приурочен к дню церковного поминовения русских святых – князя Петра и его жены Февронии, которых принято считать покровителями семьи и брака. Житием этих святых считается повесть о Петре и Февронии Муромских. Кстати, та самая Феврония по преданию родом из села Ласково, где традиционно в этот день проходит литургия. Согласно преданию, князь Петр незадолго до вступления на престол заболел проказой, никто не мог его исцелить. И тогда он обратился к Богу, который и послал ему встречу с Февронией – девушкой из рязанской деревушки Ласково, имевшей дар целительницы. Та согласилась помочь, но при условии, что князь женится на ней. Петр пообещал, но слово нарушил, в связи с чем болезнь вскоре вернулась. Вот тогда князь понял, что был неправ, вернулся и женился. Супруги прожили вместе счастливую жизнь, став образцом христианского супружества. И даже принятие монашества и жизнь в разных монастырях не смогла их разлучить. По легенде, их тела захоронили в разных обителях, но на следующий день они оказались вместе. В 1541 году князья были канонизированы православной церковью и по сей день так и почивают вместе в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме. А в селе Ласково установлен памятник святым. Я думаю, что в самом наименовании праздника уже все сказано. Семья, любовь, верность. Это вот то, чего, к сожалению, не хватает нам многим сегодня в наше время, в наши дни. А что касается их примера, можно только пожелать одного. Дай Бог нам своим и всем хранить вот так семью в любви и в верности, чтобы быть похожим на святых. Если судить о содержании повести о Петре и Февронии, с современных позиций многое в этом произведении может показаться, скажем прямо, довольно странным и несоответствующим нынешним представлением о семейных ценностях, взаимоотношениях мужчины и женщины, о нравственных правилах и так далее. Между тем, главное, на что стоит обратить внимание в образе Петра и Февронии, это любовь вопреки всем препятствиям. Сегодня очень радостный день. День памяти благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Это прекрасный образец замечательной, удивительной православной семьи, которая имела свой славный жизненный путь и славную кончину. Их имена очень живы в наших сердцах. Мы очень их любим и всегда молимся святым благоверным князьям Петре, Петру и Февронии, о благополучии семейном и об их заступничестве о нас перед Господом. Поскольку история Муромской княжеской четы связана с чудесным исцелением, то перед иконой Петра и Февронии люди часто молятся об избавлении от самых безнадежных недугов. Считается, что Феврония, будучи при жизни искусной целительницей, помогает всем страждущим и сейчас. Обращаясь к Петру, верующие зачастую просят об обретении силы духа, мужественности и храбрости. Ведь именно эти качества были присущи при жизни праведному князю. Также ему молятся о защите от зла и несправедливости. Все ближе всероссийский праздник воздухоплавания «Небо России». Его участникам, как никому другому, нужна ясная погода и безоблачность. Пилоты аэростатов следят за этим внимательно. Небесная канцелярия им пока благоволит. Жара снова вступила в свои права. Надолго ли? Узнаем у Марины Романюк. Температурные рекорды пекло побьет уже на этой неделе. А пика достигнет в середине июля. Поджаривает европейскую часть страны, в том числе и Рязанскую область, блокирующий антициклон. Здравствуйте, дорогие зрители. Снова с вами на связи с краткосрочным прогнозом погоды Рязанский воздухоплаватель. В частности, я, Термаков Владимир, пилот тепловой аэростаток третьего поколения. В центральную часть России снова приходит жаркое лето. Причем в Рязани и Рязанской области на ближайшие дни не ожидается сильных погодных колебаний. Несмотря на то, что отметка на градуснике чуть не дотягивает до 30, настоящий зной еще впереди. В субботу и воскресенье плюс 33. Возможно, температура достигнет 35 градусов, считают синоптики. Так, максимум для 9 июля плюс 33,5 градуса держится с 1903 года. Самая сильная жара для 10 июля зафиксирована в 1996 году плюс 33,4 градуса. Поэтому температурные рекорды возможны уже в конце этой недели. Такая погода сохранится на всю следующую неделю. Идут 30 градусов тепла днем, слабый ветер до 3 метров в секунду. И меняется только направление с северного на южный. А чтобы как-то спрятаться от летнего зноя, приглашаю совершить утреннюю прогулку на воздушном шаре. Всю подробную информацию можете в телефону 513371 или на сайте Федерации воздухоплавательного спорта Рязанской области. Если в июне период экстремальной жаркой погоды длился всего неделю, то теперь он будет более длительным, как минимум до 17 июля. И более утомительным, в том числе из-за ночных температур. Сейчас по ночам плюс 16, плюс 21 градус. На следующей неделе будет плюс 20, плюс 25. Причина такой обстановки – блокирующий антициклон. Дождей благодаря ему не предвидится как минимум в ближайшие 10 дней. Будьте внимательны, соблюдайте рекомендации медиков и, кроме того, осторожнее ведите себя в лесу. Ведь в связи с летней жарой пожароопасность довольно высока. На этом у нас все. Еще больше новостей. На нашем сайте www.goro.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин